А IP же может быть статическим или методическим? Совершенно верно. А что это? Так мы и в этой системе назначаем один раз. Динамические мы сами можем назначать, так как считаем нужно. Мы можем привязать назначение динамического IP, например, к MAC-адресу. Вот. Надежда писировала, мы говорим, что вот этому вот MAC-адресу мы даем вот этот IP. А IP-шник он привязывается к чему? Данный DHCP сервер, увидев запрос от данного MAC-адреса, вытащил конкретный IP-шник. Сакай вы можете привязывать. DHCP сервер наш. Что хотим, то и делаем. Обычный DHCP, с которым все знакомы, выдает просто по порядку свободных отрисовок. У меня есть полиция. Вот вошел первый, получил первый. Вошел второй, получил второй. Нелядь. Это нарушение. Мы можем здесь поставить правила. Кто вошел? Вот тебе конкретно. Сакай предварительно нарисовать Манчестерский код на последовательность. Ну, если, который предпоследний, да? Ну, я не рисовал полностью все артеты там. Поэтому 4B, 5B рисовать не надо. Если кому-то интересно, я потом могу рисовать. А, ну, представьте, там, где вот у нас шло. Ну, там... Где-то плюс один унисер. Где-то плюс один унисер. Там положительный приходит, с этим приходит. Ну, я могу. Пробуйте. Почему я обычно перечеркиваю, вы рассказывали? Потому что на слово похоже. Угу. Сейчас уже не очень похоже. Так. Это мы вверх. Это мы вниз. Ого. Это мы вниз. Ну, это... Так, можно что-то прервать? Что же, я делаю? А, я делаю. Прервание для вас. Ну, я вот тоже, например, сбился так, к генераторам. Не понял, кто к чему относится. Вот. Вопрос стартирования в полный рост. Передатчик и приемник не сошлись с пятковых частот. Почему я? Стоять. Вниз. Вниз. Да. Сейчас прием. Внимается. Так вот. Идира в середине. Да. Да. Идира в середине. Так. Так. Переход вверх, вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вниз. Все правильно? Так можно было сначала такие просто стерочки поставить, чтобы сошлись. Вопрос именно в этом возвратном переходе. Потому что иначе получится, как мы с вами рисовали. Вверх, 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 вниз, 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 вниз. Пока у нас не разогласил плохого пробита изоляция. Это, по-моему, всем понятен. Да. Вот насчет повторения. Язничек 0. Ну, вот в среде сколько их может повторяться? В данном случае? Вообще. Вообще-то. Вот я говорю, передаем черный фон. Картинка весят, там, не знаю. Большая картинка, сделанная фотоаппаратом. 12 мегабайт. 12 мегабайт. Черного цвета. Светок просто черного. Ну, в основном, состоящий из черного, звездное небо. Среди микропрогренивых звезд. Квадрат Малевич. Квадрат Малевич. Это есть такое... Самое четкое изображение квадрата Малевича. Нет, у квадрата Малевича есть. Есть врачный анекдот. Злоумышленники 10 раз подряд воровали квадрат Малевича. Но сторожа Петрович каждый раз в утру свадил их усилия к нулю. Ну что? Сторожа Петрович к утру всякий раз свадил их веренек к нулю. Много рисовал. Много рисовал. Ужасную ошибку и повесил квадрат Малевича при оверх ногами. Я же говорил, что я рисовал свои квадратные несколько месяцев. Без комментариев. Но в самом деле, что единица, что нулей может быть сколь угодно длинной, и закладываться на то, что она какая-то будет там человечная, не стоит. Мы с вами, замечательно, синхронизировались уже буквально на первых четырёх символах. Пришлось рисовать импульсы такого генератора. Фактически, я вот это самое и сделал. Включил квадрат и задал нам общую рабочую частоту. С точки зрения схематильники. Что-нибудь урожай. Насколько нам портят по супропусканию кодирования 4-5? На 1-5. На 2-5 или 1-4. С какой стороны посмотреть. Есть кодирование 8-6 построенное примерно по тем же принципам. Или 6-8 построенное примерно по тем же принципам. Но, в принципе, ничуть не хуже. Ничуть не хуже. Единственное, что там на сколько улучшается? 2-8, то есть 1-4 и 2-6, то есть 1-3. Там несколько больше избыточность. Но, почему это приводит? Ну, зато у нас, ну, меньше шансов ошибки. Почему и на сколько? Насколько хуже, так и лучше. Нет, нет. Почему? Прямо пропорционально. Почему? Прямо пропорционально. В кодировании 4-5. Сколько у нас запретных комбинаций в 6-6? Половина. Половина. В кодировании 6-8. Сколько случается запретных комбинаций в 10-2? Нет. 2-6 это у нас 64. 64 надо 128. Нет, 64 надо. А всего максимум 2-8. 256. 256-64. 128 плюс 64, 196. То есть у нас разрешенным является примерно 1-4 из возможных комбинаций. Плюс 192 запретных. И сколько получается? 192 я это читал. Да. Одна четверть у нас получается разрешенным и третья четверть и запретных. То есть мы гораздо надежнее ловим машин. И причем мы можем выбрать такие комбинации, чтобы точно друг другу... Ну, да. Разрешенным выбираются комбинации, которые содержат максимальную частоту изменения состояния. они надежные, позволяют привести синхронизацию людей. В каких случаях мы используем автолапную? Чтобы убрать влияние на магнитных волков? Да. Чтобы избежать. В случае высокой померто опасности. В каких еще случаях? Если денег много. Денег много не бывает. Увеличение расстояния. Согласен. Что еще? Обратное первого утверждения. Если у них помех вообще нет? Если мы не хотим создавать помех. А. Потому что любой капель с медью внутри ведет переменный ток является незвучательным. Вини-электропередача, которая первая выровала электричество. Она была передатчиком. Он построил прием. Если нам нужно ни в коем случае ничего в окружающую среду не передавать. А когда это было? А в каких случаях нам важно ничего не передавать в окружающую среду? Саша, по-моему, что? Ну, если мы идем подряд. У тебя слишком большое количество энергии протекает, и тогда тут потери существенные. Раз вариант. Ну, когда мы хотим передать данные и гарантировать безопасность. Да, чтобы нас не могли подслушивать. Потому что, например, типовой метод, использованный разведками, пока все телефоны были на меде, на медный капель, просто вешалась принимающая антенна, катушка. Прекрасно писались все разговоры. Она кухнула, скажем, 1-2% передаваемую мощность. Замечательно все снимала. Не надо было разрезать провод, вставлять подслушивающее устройство. Достаточно фактически одеть его на медный кофт. Одевать галктового относа, а не понимаете, занятие бессмысленно. Да, и если разрубить, то еще кушать. А если разрубить, то это станет мгновенно известно. По-моему. Администратор, он увидит падение линии. Не увидит, так вовремя разглядит. А? Не увидит, так с утра придет, у него будет либо сообщение висеть, что было против линии. А кто-то узнает, кто ее обладает. А дальше делается очень просто. На самом деле, практически все современные адаптеры, что оптические, что медные, позволяют определить расстояние оставшуюся живым пробу. По принципу элементарного длинномера. Скорость распространения сигнала мы знаем. отображения. Отображение. Время отъявления. Там было дело на работе экскаватов, что-то рыл, рыл и сулкали. Да. Тоже оптолотно. Тоже драгочее. Но вместо отрыва мы можем определить практически точно. Сейчас. А вот если мы его разрезали, то можно использовать какую-то коробочку, да, запитать ее. И она будет продолжать придавать сигнал. То есть получать, придавать, получать, придавать. Да. И записывать, допустим, себе. Да. Конечно. На момент вот этого самого отрыва будет совершенно четко дефектировано. Ну, то есть, если ночью пока никто не видит или что не делает? Так, а система все у нас в виде блоки. И, во-первых, во-вторых, даже самая идеальная линзочка, даже самая идеальная линзочка-соединитель, все равно дает какой-то бургульск назад. Поэтому анализатор в оконной линии прекрасно покажет, что у вас, там, десяти километров, или два километра, что-то там сидит. С точностью до нескольких метров. Берем карту, идем по нашей линии, находим колодец, спускаемся. Федер. 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 Ну, во что он, собственно, ладно делает? А? Что он делает, собственно, ладно? Ну, ему интернет нужен. Светом он себя обеспечил. Ну, интернет вряд ли они, конечно, получится. Просто можно получить IP-адрес и все такое. А его адрес в нашем DSP в сервере не значится. Ну, чем-нибудь он придумает. Он догадывал его. Он физику хорошо знает. Он догадался, что можно ли физику уместить? Ну, догадался. Это может быть тоже. Хотя, может, ему кто-то подсказал? Может быть. Ну, на самом деле, это школьная физика. Это не может быть какой-то полетный, электроамгнетизм. Он просто хорошо учил физику. Да. Или хотя бы что-то вспомнил. Понимаешь что же из 19. А вот полетель.